— Добрый вечер. — Да это уже, наверное, день. Не знаю, когда это выйдет. Друзья, всем огромный привет всем поклонникам подземелья ChickenCurry, всем поклонникам канала ChickenCurry, вообще всем, кто нас любит, уважает наше творчество и вообще огромный привет. Мы у каждого из вас любим, это не голые слова, а это реально так. Каждый из вас ценим, лелеем и к вам очень хорошо относятся. — Но это выпуск не только для вас, но и для тех, кто нас не знает, возможно, не любит или вообще никогда о нас не слышит. — Не смотрел, но не любит. Такие тоже имеются. — Да, но так или иначе это будет распространяться в наших каналах. И, соответственно, кто-то, возможно, захочет отсюда взять какие-то цитаты или прокомментировать. Это внеочередной выпуск «Ответы на вопросы» по подземельям ChickenCurry, выпуск номер 28. Впервые снимаются, ответы на вопросы впервые снимаются до релиза самого выпуска. — Ну, как бы выпуск вышел, но не вышел целиком. — Ну, не вышел целиком, да. — Это даже ответы на вопросы к непоказу выпуска номер 28 в кинотеатрах. — Да, здесь мы обсудим кое-какие моменты, но для начала разомнемся. — Давай сначала представимся, кто мы такие. — Да, да. — Друзья, меня зовут Александр Гудков. Я являюсь автором канала ChickenCurry. Рядом со мной Вадим Селезов — это тоже автор канала ChickenCurry. И Григорий Шатохин — автор канала ChickenCurry. Ребята также являются авторами проекта «Подземелье ChickenCurry». А я являюсь одним из активных участников проекта. Не пропускал ни одного выпуска и, ну, флагман. Наверное, лицо. — Да. — Проекта «Подземелье ChickenCurry». — Да, давай разомнемся вот с такого вопроса. Итак, что должно было произойти в кинотеатрах в 52 городах 7 июля? — 7 июля у нас был запланирован кинопоказ 28-го выпуска «Подземелье ChickenCurry». Мы не первый раз показываем «Подземелье» в кино. Мы это делаем, начиная с девятого выпуска «Подземелье», где там гостями были Гарик Карламов, «Марат сквозь баб», ну и прочее. Короче, с девятого выпуска, и мы стараемся каждый выпуск премьерить в кино. И в этот раз мы уже дошли, мы начинали с одного кинотеатра в Москве, сейчас дошли до 52 городов России. Кинотеатров там гораздо больше. Это не прокат, то есть нам сейчас где-то там в претензию ставят, что мы должны получать разрешение на прокат в Минкульте, но это не прокат, это частное мероприятие. Одним днем это делается. Если бы мы делали это два дня, три дня подряд, в течение недели, мы бы получали на это прокат. Но мы не хотим этим заниматься, потому что мы делаем не кино. Наш продукт – это блогерский контент. В 2022 году к нам обратились изначально сеть «Кара». Давайте, у нас есть там проект «Делать блогеры в кино». Поскольку очень мало стало там следить со всем… Да, дело в том, что ушли крупные западные студии, которые составляли более 70% контента, которые показывали в кинотеатрах. И, соответственно, кинотеатры встали перед вопросом, что им показывать. У них падала выручка. И, разумеется, они обратились к блогерам, в том числе и к нам. Насколько мне известно, не только к нам обратились. Да, я так понимаю, импровизации тоже были. Импровизации многие. Крик-клак, скорее всего. Разные блогеры различные. Но прижились, я так понял, только мы на постоянной основе. Потому что, как оказалось, «Подземелье», «Чкинкари» – очень смотрибельный проект кино. Потому что там есть история, там хронометраж кинофильма от полутора до двух часов. И с выключенным светом, без рекламы, когда ты смотришь это целиком. Это прекрасное времяпрепровождение. И именно, получается, в течение двух лет, не каждую YouTube-серию мы делали премьерный показ. Но в течение двух лет мы вместе с кинотеатрами поддерживали друг друга таким образом. Кинотеатрам хорошо, нам хорошо, зрителям хорошо. Все люди могут встретиться, пообщаться между собой, познакомиться. Неправомерный показ – это… Неправомерный показ. Неправомерный показ – это не прокат. Да, давайте прямо ответим на вопрос. Ответим на вопрос. Почему у шоу «ПЧК» нет прокатного удостоверения от Минкульта? Почему? Мы не разбираемся, честно, в юридических тонкостях этого вопроса. Когда к нам обращались в кинотеатры и сказали, что у нас есть такой проект, как «Блогеры в кино», был прецедент, уже как бы юридическую базу они каким-то образом подогнали. Не то, что базу переписали, а как бы сверились с юристами, сказали, что вот так можно. Главное, чтобы это был один день и не было непосредственно проката недельного, несколько дней, как идут фильмы по две недели. Вот такого у нас нет. Это просто подается как частное мероприятие, частная инициатива кинотеатра. Да, и билеты распространяются сразу после того. У нас нет рекламы, мы не делаем трейлеры перед фильмом. Мы распространяем какую-то ссылку на продажу билетов через нашу соцсеть, через Телеграм, через Ютуб, через, может, ВК где-то. Да, то есть прийти на это мероприятие, потому что только тот человек, который любит подземельный чекен карри, и как бы левый человек туда, в принципе, прийти. Ну, может, но если только его затащит тот, кто и любит его. То есть узнать об этом можно только из наших соцсетей. Это исключительно для поклонников нашего творчества, поклонников подземелья и все. Поэтому, да, с Минкультом, если кто-то из Минкульта захочет посмотреть наш продукт, мы за, вообще, да. В принципе, все лежит в Ютубе. Нам нечего стесняться. 28 выпусков можно посмотреть. Совершенно верно. Итак, перейдем к более сложным вопросам. Почему запретили? Почему, да, отменили, почему запретили? Да, почему показ был в итоге отменен, который планировался на 7 июля? Ну, давайте начинать по разным причинам. Потому что вследствие звонков, угроз и в адрес кинотеатров, писем, которые поступали в течение этих 3-4 дней, кинотеатры приняли решение не показывать, не выпускать в эфир наш выпуск. Ну, чтобы, как бы, обезопасить себя ради благополучия зрителей. Ради благополучия зрителей. Я не думаю, что там было бы что-то опасное, или кто-то пришел бы и разогнал. Но, вот, перестраховаться. Но, как минимум, призывы такие были. Призывы такие существовали, да. В телеграм-каналах неких, в которых там можно... Да, началось все с телеграм-каналов, да, несколько телеграм-каналов. Выложили что-то притянутое за уши, какие-то притянутые, натянутые доводы, какие-то старые обвинения. Абсолютно ложные информации в том числе. Старые обвинения, да, ложные обвинения, полутора годов. Но и с экстремистскими... Да, и там были экстремистские, вообще, призывы. Да, вообще, эти каналы, которые мы не называем, но вы прекрасно знаете, они созданы для того, чтобы вообще формировать, взращивать ненависть в обществе. Потому что хейтеров взрастить, ненавистника какого-то, который не любит что-то, это очень просто. Сложно сделать что-то, что ты действительно любишь, да. Потому что мы все сами по себе, мы хейтеры, мы тоже ненавистники, мы любим где-то между собой. Но публично какой-то хейт, ненависть мы стараемся не высказывать, мы стараемся делать проекты, которые любим и ради людей. Во-первых, это противоречит законодательству. И то, чем занимались эти телеграм-каналы, у всех были разные формулировки. Но были и те, которые, в сущности, нарушают действующее законодательство. И к этому тоже есть определенные вопросы. Это не наше дело. Короче, чье это дело, смотрите. Но главная причина отмены и сверхарка всего того, почему нельзя показывать в кинотеатрах России наш выпуск, из-за того, что там есть моя, на афише стоит мое лицо, анимационная фигура, что в выпуске участвую я, а я почему-то, по мнению этих телеграм-каналов, запрещенный человек в РФ. И для меня это абсолютно… Как бы я живу с этим уже порядка, ну чуть больше, наверное, двух лет. Бук лет, да. Из-за зряда… Ну, очень много телеграм-каналов пишут, что я живу за границей. Очень много телеграм-каналов пишут, что я иноагент. Очень много телеграм-каналов приписывают мне вообще экстремистские и террористические какие-то… Призывы. Призывы и эти… Движения, простите. Что ты никогда не делал. Конечно. И это все голословно. Еще более того, это клевета. В плане того, что ничем не обоснована клевета. В доводах этих телеграм-каналов существует некое видео, где, во-первых, не я, не существует… Ну, это мы сейчас можем обратиться к этому. Да, мы до этого дойдем. Если что, ребят, друзья, там, коллеги, ненавистники, кто? Мы в Москве, мы находимся в Москве, и мы выходим отсюда, в эфир, мы выкладываем видео отсюда, снятое здесь, в Москве, раз в две недели. И кто-то спрашивает, блин, а вы в курсе, что Саня не в Москве? Саня в Москве. Саня в Москве уже долгое время. Да, друзья, если бы даже… Я вот, как бы, я с ребятами посоветовался перед этим, как спросить… Ну, ответить на этот вопрос. У меня есть… Я езжу в Европу, я езжу за границу, и если бы… Не первый раз на меня пишут заявление в прокуратуру, проверить меня на то или иное там… Вот, что мне там приписывают. Поверьте мне, меня каждый раз проверяют на границе, каждый раз я сижу за проверкой. Если бы на меня что-то накопали, это уже… Ну, ребят, я бы не сидел в России, меня бы не пустили в Москву. Если… Да. Я просто уже не знаю, как… Как бы оправдываться перед тем, чего я не делал, мне кажется, это низко. Ну, я уже сейчас в такой ситуации… Мы сейчас, как бы, сами себя загнали в такую… Я сам себя загнал в такую ситуацию, что… Ну, СМИ сейчас решают, в принципе, все за вас. Вот в чем прикол. Время подмена понятий. Люди огульные в Треграм-каналах могут написать на человека все, что угодно, и это… И те, кто подписан на Треграм-канал… А, это огромная армия. У кого-то 100 тысяч, у кого-то там 200 тысяч. Они в это верят, в открытую. Если бы я написал, прости господи, на своем Телеграм-канале, ну, в соцсетях написал бы, что умерла Яна Поплавская, ну, явно же кто-то бы написал, что она умерла. Они бы поверили. Ну… Она жива. Да. Но дело в том, что, разумеется, эта болезнь не только… Ну, вот эта проблема связана не только с нашей страной, она в целом общемировая. Можно это заметить и в любой практически развитой стране. реально СМИ формируют… Ну, мнение, конечно. Формируют мнение и зачастую распространяют совершенно… Ну… Ну… Да. Я бы сказал, что это апокалиптические какие-то вообще. Ну, настолько… Даже я, человек, ну, профдеформированный в отношении креатива, даже я такой иногда не могу придумать. Мне иногда весело, насколько широка фантазия по ту сторону… Как сказать… Барьер… Ну, смотри… Здесь мы… Друзья, я хотел еще сделать пояснение, что Саня говорит, что с ним всегда беседует в аэропорту. Вот вы прилетаете откуда-то… То есть мы с какой-то страны в Турцию слетали. Вы возвращаетесь, проходите паспортный контроль. Ну, где-то час, если там огромная очередь. Ну, два часа там в отдельных городах, не знаю, там мира. Саня сидит в аэропорту шесть часов. И он сидит, и его допрашивают. Ему задают, ну, не знаю, там одни и те же вопросы. Ну, да, одни и те же вопросы. Да, по поводу там клипа «Я узкий», типа «Оскорбили ли вы кого-то?» У Сани всегда есть… Он говорит… Саня знает, во-первых, уже всех там, кто работает на границе. Всех сотрудников этих пограничных служб, служб безопасности. Он знает там, ну, уже многих в лицо, и они его знают. Они ему задают вопросы по протоколу. Там, вы оскорбили население России. Он говорит, я вас оскорбил, вас я оскорбил, вас я оскорбил. Все отвечают отрицательно. Никого он не оскорбил этой веселой, замечательной песней. Но кто-то так не считает, может, кому-то она не повеселила. Да. Это тоже мнение, напишите в комментариях. Смотри, вот вернемся к теме СМИ и распространения ложной информации. Давай разберем конкретный эпизод. На примере. Значит, есть несколько тезисов, которые озвучиваются в этих телеграм-каналах и различными представителями СМИ, не знаю, как их назвать. Которые... Давайте скажем, это современные инфлюенсеры. Да, которые мы сейчас попробуем проговорить и обсудить. И давай сделаем это остро. Саня наш друг, вы все знаете. Саня наш друг, мы и коллеги, и друзья. Но мы сделаем это остро так, что передадим просто ему ваши вопросы. Итак, есть видео, по итогам которого тебя обвиняют в нескольких фактах. Она фигурирует. Да, да. Итак, ответь. Донатил ли ты когда-нибудь вооруженным силам других стран? Нет. ВСУ. Хорошо. Ты призывал донатить ВСУ? Нет. Почему тогда пишут, что ты это делал? Пояснить не могу. Даже нету в плане... Нету доказательств. Ни видео доказательства, ни... Господи, даже чека. В качестве доказательства того, что ты это делал, прикладывается видео с концерта СБПЧ. Да. И расскажи, пожалуйста, что это было такое. Где это видео было записано? Где этот концерт был? Это... Не помню, то ли это Рига была, скорее всего. Не помню. И... Кто-то пишет, что это было в Стамбуле. По-моему, это было в Риге, да? Ну, честно, в Риге, Стамбуле. Это было, ребят, если что, сразу скажу. Это там друзья, не ребята там, кто это смотрит. Это было года полтора назад. Это видео уже отправляли в проверку в прокуратуру. Оно вернулось. Никаких дел не возбуждено. Все нормально. Это видео проверили. Если что. Это видео полутора годовалой давности на видео Ниссане. Хоть тебе Саня не комментирует. Мы с группой выступаем с энного количества лет. Мы очень хорошо дружим. Больше десяти? Больше десяти лет. И я до сих пор являюсь ребятам друзьями. Если они просят меня выступить как друга, я не получаю за это деньги. Всегда я помогаю им в чем-то. Все. Увинить меня в том, что я иногда выступаю с друзьями... О! Итак. Как это было? Почему там в начале этого видео не ты? Просто многие думают, что это ты, но это не ты. Почему в начале этого видео человек обращается к людям и говорит, призывает к тому, чтобы помогать? Да, потому что позиция Кирилла, солиста ребят, немножко разная с моей, но мы продолжаем работать и дружить, но в плане того, что это его слова. И мне кажется, надо спрашивать... Во-первых, там не фигурировало слово аббревиатура ВСУ. Никогда. Там было помогать украинцам. И беженцам. Имелись в виду беженцы, которые бегут от военных действий на территории Украины. Они бегут, им нужна какая-то помощь. Потому что это европейский концерт. Саша не являлся не организатором концерта, он не является членом этой группы. Он не получает дохода с этих концертов. Он был на тот момент в Риге и ребята попросили его выступить. Когда они с ребятами пересекаются, это было во многих городах, в том числе в Москве еще во времена до 22 года. Он никогда им не отказывает. Почему ты был в Риге? Я был в Риге, потому что у меня там семья. Какая семья? Была, да. Какая семья. Я не помню, что у Рбалами там в тот момент не было. Ну скажи, что там, кто у тебя из Риги? Ну а, я могу сказать, что у меня жена из Риги. Ну вот. Вот. Саша, жена из Риги, он иногда ездит в Ригу. Это нормально. Ну иногда, очень часто. Так получается. Итак, подводя итог теме с этой видео, готов ли ты к тому, чтобы правдивость твоих слов проверила, в том числе Генеральная прокуратура, к примеру? Да, поскольку это уже делалось, и я, ну как бы, ничего нового, ну как бы, что там, ну как бы. Новое всегда может быть. Ну как бы, можно и саву на глобус натянуть, но, ребят. Хорошо. Это видео уже проверяли, я уже сказал об этом, это видео уже проверяли, оно вернулось, все окей. Саня, да, Саня танцевал на этом концерте, но, как бы, он не был предупрежден о том, что вот будет такая речь, все. Ну, да, звучит как оправдание, еще и с моей стороны. Да, как будто ты меня оправдываешь. Наверное, это надо тоже. Это я просто говорю то, что знаю, и то, что Саня, допустим, стесняется сказать. Так, разберемся с другим вопросом. Многие пишут через дефис, я вот заметил, ну, как бы, короче, еще раз. Разберемся с другим вопросом. Тебя обвиняют в русофобии. Итак, Александр Гудков, скажи, русофоб ли ты? Ну уж, мне кажется, надо сделать какую-то проверку лингвистическую. Не могу объяснить. Ну, как бы, я считаю, что нет. Для меня лично я не русофоб. По генетическому тесту ты мордва. Нет, нет. К сожалению, нет тоже. Нет, ты говорил, что так. Нет, я думал, что мордва, но нет. Нет, ты русский. Увы, да, хотел сказать. Ну, скажи, ты не русофоб. Вообще, русофоб это какая-то притянутая фигня. Ну, это же, ну, знаешь, просто это слово попадается практически в каждом посте. Ну, мне кажется, что… Связанным с тобой. Да, но мне кажется, что… Александр Гудков, комик-русофоб. Ну… Что значит комик-русофоб? Ну, что… Могут написать, что я копрофак. Могут. Ну, не фак. Не часто такое бывает. Комик Александр Гудков – профак. Я не знаю. Ну, это же могут написать все, что угодно. Как… Я даже не знаю, как… Где можно получить, допустим, это клеймо… Удостоверение русофоба. Удостоверение русофоба. Ну, как-то сказали на границе, что я блогер-телевизионщик. Ну, вот, якобы… Ребят, сл… Ребят. Сложно оправдаться за… Ну… Я как бы, мне кажется… Голословное обвинение. Мне кажется, что это даже не стоит обвинять. Хорошо. А… Правда ли, что список твоих антироссийских достижений можно перечислять бесконечно? Это цитата, если что. Ну, да. Увы, нет. Все равно, когда это кончится, да? Какие у тебя есть антироссийские достижения? Ну, только, наверное, в КВНе перед Гусманом, по поверьте. Я не знаю. Ну, да. Ну, ты… Как тебя назвал… Что? Там… Глава Крыма, да? Ты – одиозный КВНщик. Одиозный. Ты это признаешь? Да. Ну, да. Ну, да. КВНщик с нехорошей стороны. Но можно ли это считать антироссийским достижением? Ну, если КВН считать антироссийским достижением… Ну, нет. Ну, как бы… Это сейчас все в шутке я приговорил, но… Нет. Ничего такого. Я знаю… На тех же телеграм-каналах, которые нас там… С говном, как говорится, мешают… Гораздо похлеще идет. Угу. Антироссийское настроение. Как ты считаешь, ты заслуживаешь звание иноагент? Нет. Можно так коротко? За что дают иноагента, ты знаешь? Ну… Сейчас уже ни за что. Изначально… Ну, как ни за что? Так нельзя… Ни за что? Насколько мне известно… Понятие закона о иноагентах, о котором… Я думаю, что… Который, собственно, существует уже года три, я так понимаю… Нет. Больше. Гораздо больше. Может больше. Но смысл в том, что… Смысл в том, что ты получаешь иностранное финансирование… И… Либо… Являешься… Проводником… Иностранного… Иностранного… Иностранных идей. Ну, не то что идей, а вот каких-то организаций. К примеру. И сейчас… Либо еще может быть посредником. И… Да. Посредником. Соответственно… Получаешь ли ты иностранное финансирование? Конечно. Являешься ли ты сотрудником каких-либо иностранных организаций? Ну, если чекенкари считают иностранным словом… Да. У нас, кстати, это по-русски всегда было написано. Да. И… Ну, как сказать… В русском языке много иностранных слов. Это… Вряд ли может быть основанием для иноагентского статуса. А почему ты думаешь, тогда призывают… Нет. Дело в том, что… Есть некий еще… Я понимаю, что легавистический обман… Очень многие меня считают иноагентом по причине того, что в иноагентском списке есть Гудковы. И это… Только там другие имена. Отец и сын? Да. Да. И иногда… Ну, как бы… Очень часто на проверке в аэропорте… Вы же иноагент. Зачем вы вернулись? Все время спрашивают. А я говорю… Если вы готовитесь к допросу, надо хотя бы по список посмотреть. Потом проверяют, что я не Геннадий, не Дмитрий. Даже иногда извинились. Нет. У нас в России есть… Приятно. Да. Мне было приятно. Я уверен, есть тысячи… И, может быть, сотни тысяч Гудковых. И в том числе Геннадий, и Дмитрий… Ну, то есть… Просто однофамилия… Ну, я думаю, что вот в чем… Вопрос… Вопрос… Да это не вопрос… Вот именно… А, вопрос… Почему меня здесь не сделали? А почему тогда призывают? Потому… Ну, призывают… Могут что угодно делать, Вадюх. Ну, правда. Я как бы… призывать… Ну, если верить всем и слушать все, что сейчас может предподнести вам СМИ… Ну, окей… Транслируешь ли ты какие-то… Да. Не знаю… Вредные для России идеи… Ну, наверное… Ну, кому-то… Кому-то я неприятен… Я не знаю… Я бы… Странные идеи, возможно… Ну… Но они… Никак не противоречат законодательству в Российской Федерации… Ну, да. Закон об иноагентах… Он настолько… И большинству законодательств вообще мировых… Ну, то есть… Да. Он настолько непонятен, что непонятно, как вести себя, чтобы не войти в этот список, если ты публичный человек. Да. Я просто вот хочу сказать по поводу… Даже в оправдании, наверное, кинотеатров в том, что будут… Когда они принимали наш… Ну, когда они предложили показать наш контент у себя… Конечно… Они же провели проверку… И… Моя фамилия нигде не числится ни в экстремистах, ни в террористах, ни в иноагентах… Конечно, нету этого явного списка… Если бы он существовал… И там Александр Гудков был в списке… Конечно бы… Никакой Киномакс и все остальные ребята… Конечно бы… Они… Мне кажется, не допустили показа со мной… Но если бы это было явно подписано… И это с печатью утверждено… Поговорим немного об эмоциях… Какие эмоции… Вы испытываете… Связанные с… Отменой… Кинопоказа… 28-го выпуска «Подземелье Чикенкари»… И… Сопутствующей… Этому… Потому что меня уже не пробьешь… Как бы… Как будто бы… Ну… Еще одна ложка… И я как бы… Ну ок… В этом отношении… Но просто… Дело доходит до… Маразма и безумия… Что… Уже невозможно… Не то, что молчать… Просто… Припитает то… Что… Ну… В принципе… Это явно для всех… Что это ложь… Но все равно… Не проверяя… Не смотря… Не зная нас… Просто… Огульно… Да… Ну про меня лично… Я как бы… Это моя тема… Я уже… Я не знаю… Давно-давно живу в хейте… Ну смотри… Кто отменяет кинопоказы? Сами кинотеатры… Сами кинотеатры принимают решение отменить кинопоказ… Потому что им следуют либо какие-то там угрозы… Звонки… Либо… Какие-то обращения… Предписания… Предписания, да… От администрации… Либо от людей… Которые… Прикрываются добрым именем… Администрации регионов… Естественно… Кинотеатры… Чтобы обезопасить себя… Это… Честные предприниматели… Чтобы обезопасить себя… Свой бизнес… Своих клиентов… Они отменяют кинопоказы… Мы относимся… Я отношусь к этому… С пониманием… Абсолютно… Точно… То есть тут нам надо именно… Говорить… Понимать… Не знаю… Искать тех людей… Которые… Совершают эти звонки… Или… Начинают травлю… Ну вот нас… Как… Там… Или Саши… Вот… Не имея подтверждения… Не имея аргументов… И фактов… И доводы… И доводы… Абсолютная вода… Все обвинения, которые написаны… Они либо уже пройденные… Либо лживые… Все… Бездоказательные… Да… Которые… Они не смогут… Доказать… Да… Как пример… Ну вот эти… Некие донаты… Или спонсорство… Или… Какое-то… Некое финансирование… Да… Есть… Такого рода вопрос… Чтобы вы… Ну… Просто дело в чем… Мы… Каждый раз… Встречаясь… С нашими зрителями… Собственно… Кинопоказ… Который вот первый… Прошел… В кинотеатре «Октябрь»… Это… Мы не из тех… Блогеров… Которые устраивают… Фан-встречи там… Ну что-то типа… На мою фан-встречу… Никто не пришел… Ну вот… Не из этих… И… Дело в том… Что это был… Первый опыт… Встретиться… Лично… С… Нашими подписчиками… И… Посмотреть… Друг на друга… Лично… Как мы выглядим… Как мы ведем себя… Как мы общаемся… И… Еще… Что нам интересно… Запомнишь, на чем осталось… Просто… Честно… Придумывая проект «Подземелья Чекенкари»… Мы вообще не знали… Что это выльется невероятно… В фан-базу… И что… Так много людей… Будет… Нашими… Соратниками, наверное… По… Этому делу… Дело в том… Что… Это какое-то… В некое… Движение… Даже… Очень… Очень большая фан-база… Образовалась вокруг… Именно… Этого проекта… И… Мне кажется… Это супер-классно… Хочется со всеми с ними знакомиться… И реально… Там все светлые люди… И… Все приходят на съемки… Всегда… Говорят только теплые слова… Поэтому… Как бы… Еще обиднее… Из-за того… Что… Абсолютно светлый проект… Считают… Каким-то… Одиозным… Да… Это сбил… Прости… Я не прав… Гриша… Ну я бы не назвал это движением… И не назвал бы это… Ээээ… Или это… Соратничеством… Я бы сказал, что… Ээээ… Мы вместе… Мы вместе… Эээ… Эээ… С людьми… Ну как-то начали создавать этот проект… Потому что… И они нам подсказывали… Ээээ… Что… Что-то… Ну… Да, наверное… Товарищество… 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 Когда… Кричат… Да… Вовлечение… И все такое… Так вот… Я… Если вернуться к теме… Кинопоказа… Эээ… Когда… Мы… Когда мы вышли… С этого самого первого… Который состоялся в кинотеатре «Октябрь»… В 22-м году… Эээ… Мы поняли, что это абсолютно… Абсолютно позитивный опыт… И… В том числе… Для зрителей… Что… Во-первых… ПЧК… Очень смотрибельно… На… Большом экране… Люди… Могут встретиться… Познакомиться… Обсудить… Включаются в хобби… Связанное с настольными ролевыми играми… Или просто обретают друзей… Могут провести время вместе… И… Разумеется… Объединение… Объединение… Людей… Какое-то… На фоне… Чего-то… Абстрактного… Не… Не знаю… Не какой-то идеи… Или еще чего-то… А на фоне чего-то позитивного… Чего-то… Ну… Не знаю… У… Увлекательного… Это же называется… Фэнтези… Я говорю… Фэнтези… Приключения… Все такое… И это стоит того… Чтобы существовать сложные времена… Как бы для нас… И для страны… Без всяких сомнений… Без всяких сомнений… Когда… Когда вы… Дорогие друзья… Мы читаем комментарии… Разумеется… Когда… Люди… Кто-то из вас… Возможно… Писал о том… Что… Меня… Подземелья… Вытащили из депрессии… Я… Ну… Есть такие комментарии… Реальные… Меня… Этот… У меня были тяжелые дни… Но я посмотрел… Подземелья… Благо… Там сегодня вышла серия… Они не так часто выходят… И… Ну… Я не знаю… Происходит… Душевное движение… Внутри… Кажется… Что… Блин… Ну мы же… Это круто… Что… Кому-то… Не все равно на это… Кому-то это помогает… И… Я… Я… Сочувствую… Тем людям… Которые… Абсолютно… Ну не знаю… Находятся… Вот сейчас… К примеру… В каком-то… Находятся в расстроенных чувствах… Связанные… С отменой… Кинопоказа… Потому что… Ну… Это уже стало традицией… И неким… Мероприятием… Кто-то ведь даже… У кого-то… Городов было 52… Но… Была находка… Но городов… Но городов… Но городов в России не 52… Был ковров… А сколько… Четыре… Четыреста… Или типа того… Вот… И… Были маленькие… Да… И кроме этого есть эти… Есть и… Различные другие поселки городского типа… Села… И все такое… Где… Возможно… Люди тоже… Следят за этим проектом… И… Для кого-то это было… Скорее всего… Целое мероприятие… Возможно… Связанное с покупкой билетов… В том числе транспорта… Там… Не знаю… И всего такого… Я хочу вам сказать… Что… Мы… Вместе с вами… Испытываем вот эту эмоцию… Обиды, короче… Жалко… Но… Что делать-то? Давайте верить… Что этот как он… Что… Что как минимум… Вот… У меня есть… Вы… У вас возможно тоже кто-то есть… Вот… Мы есть у вас… Вы есть у нас… Да… Давайте общаться… Не знаю… Выскажитесь… Напишите… Напишите… Между собой… Пообщайтесь… Ну… Как-то поддержите друг друга… Будьте добрее… Не этот… Не… Не… Гнев… Грех… Уныние… Тоже… Все грех… Ну… Все грех… Все грех… Кроме ПЧК… Да… Кроме ПЧК… И… У меня еще один вопрос созрел… Давай… Каким-то взрослым людям… Которые там принимают решения… Думаю… Нет… Конечно… Мы это делаем только для зрителей… Которые в комментах пишут… Донатил ли Саня на ВСУ или нет… Я только для этого… Вот… Как бы… За… То… Чтобы записать это видео… Еще раз говорю… Саня не донатил ВСУ… Этого не было… Все… Прекратите это писать… Ой, ребята… Кто еще раз напишет… Тому этот… Заговорный понос… А… А… А ты что думаешь? Да пора… Сворачиваться… Как кровь здорового человека говорит… Пора сворачиваться… Ну… Хорошо… Тогда прощаемся… Жаль, что шаманы заблокировали… Тебе жаль, что шаманы заблокировали… Очень… Ну… И потому что… Нет… Очень… Ммм… Персонаж… К которому я отношусь… Ну… С любовью… По-любому, да… Ну… 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 Творчество… Ярославу, да… Мы творческие люди… Ну, потому что он дает… Очень много… Мне… Мысли в голову… Это супер… Он не стесняется… Нет… Вообще… Я же говорю… Когда есть эмоция… Отрицательная… Положительная… Или какая-то другая… Это супер… Значит… Это… Да… Равнодушие – это смерть… Да… Ярослав… Равнодушие не вызывает… Это правда… Давай… Зачем ты тут сказал… Ну что ж… Это были… Это был внеочередной выпуск ответов на вопросы… По ЧК-28… Да… Мы даже не оделись… Да… Спасибо… Спасибо вам всем огромное… Что вы есть в нашей жизни… Спасибо вам… Спасибо вам… Спасибо вам… Все, пока… Надо так делать… Пока… Все, пока… Субтитры сделал DimaTorzok